Когда я, собственно, читаю комментарии ботов или нанятых к нашим с вами эфирам, про меня постоянно пишут «Оста понесло». Между тем, это просто экстраполяция, не счёт-то их вождя. Я, по крайней мере, думаю, что говорю именно потому, что это моя работа. А он, когда он оказывается перед публикой, он впадает в такую эйфорию, при лечении даже более глубокое, чем обычно, он начинает нести любую чушь, упиваясь процессом общего внимания. Вот сидят люди, слушают, ловят каждое слово. У него на физиономии появляется глумливая ухмылка, такая пацановская г-г-г. И он начинает с таким выражением, с каким Задорнов говорил «ну тупые». Он начинает весь мир опускать. Я думаю, вот такое, ну, немножко у Лукашенко, я что-то подумал, Лукашенко-то несёт ещё более наглядно, но Лукашенко, мне кажется, человек вообще неадекватный, человек совсем нездоровый, потому что 30 лет без альтернативной власти они, ибо человек с более крепким умом, могли бы, конечно, разрушить полностью. Там сейчас ничего живого нет. А Владимир Путин какое-то время, по крайней мере, ещё себя контролировал. Но сейчас его понесло полностью то, что он говорит, это уже не очень далеко от делириума Дмитрия Анатольевича. Я не знаю, на каких веществах они находятся, но для него главное вещество – это общественное внимание. Он широко расставляет ноги, сидя перед аудиторией в кресле, и как бы вся эта аудитория начинает преподать к источнику живительной правды. Тут ничего не поделаешь, это тоже подсознательно, что происходит. И, значит, суча, шрапку расставлены. И начинает рассказывать всему населению про украинцев, которые все наркоманы, которые не получают данных, которые хотят убивать. Тут, кстати говоря, ведь вы понимаете, не только Владимир Путин, а значительная часть российских либералов впадает в такой интересный дискурс. «Схватит стрелять, давайте прекращать войну». Ну, давайте. Я совершенно с этим солидарен, никто не хочет ее длить. Но если сейчас перестать стрелять, и главное – обращаться с этим призывом почему-то главным образом к Украине, это все равно, что призыв расслабиться и получить удовольствие. Ну, правда, давайте перестанем стрелять. Украинцы перестанут гибнуть, украинцев станут насиловать, но они, по крайней мере, перестанут гибнуть. Давайте дадим захватчику полный кардилаж, пусть он берет, сколько заходит, зато все будут живы. Во-первых, не будут. Потому что бывает с мирным населением, когда туда входит захватчик. Вам Буча показала достаточно. Россия до сих пор за упоминание Бучи немедленно возбуждает уголовные дела и фейки, распространение сведений и так далее. Но это бог с ним. Давайте представим себе, что будет реально, если сейчас перестать стрелять. Неужели вы думаете, что Россия сейчас остановит наступление, что Россия перестанет сейчас стрелять в Донецк? Ее, так сказать, украинское отражение на свою территорию не остановило и, видимо, не остановит. Поэтому о каком пацифизме, о каком прекращении войны, о каком прекращении стрельбы можно говорить в условном 43-м году. Именно как раз когда война отчетливо переломается. Значит, когда фактически Запад опять дозрел до открытия второго фронта. По всей вероятности, сегодня и Владимир Путин, и его российские единомышленники и подконтрольные его населения действительно не очень себе представляют, что происходит. Владимир Путин может сколько угодно говорить о потерях ВСУ, но он не понимает, что ему противостоит, пусть уже не 40-миллионные, допустим, 20-ти миллионные. Тоже немало. Но чрезвычайно мотивированная, чрезвычайно сплоченная страна, которая ни о каких компромиссах слышать не хочет. У них убивают жён, детей, они отдают своих детей на мобилизацию. Кстати говоря, далеко не так легко, как россияне. Но, тем не менее, они готовы или действительно умереть, или выстрелить, или победить. Для них победой будет то, что они отстоят свою независимость. Не нужно, пожалуйста, думать, будто Украина, кажется, Владимир Путин до сих пор так думает, Украина – это бывшая республика, управляемая сбесившимся кокаинистом-националистом. Зеленский не националист, Зеленский не коклинист, Зеленский не взбесился, Зеленский – народный, легитимный, избранный вождь, которого страна далеко не жаждет смещать. И противостоит эта Украина стране разложенной, безидейной, ни в чём не уверенной, недисциплинированной, вообще не понимающей смысла своего существования. Эту страну, Украину, выжить можно. Победить её сейчас нельзя совершенно. Скажите это кто-нибудь Владимиру Путину, который до сих пор считает победой, если он всех убил. Это не так. Большое спасибо, что смотрите нас. Чтобы поддержать нашу работу, оформите спонсорство или нажмите на кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой вклад в борьбу с Путиным и его пропагандой. Продолжение следует...